Ой, уже запись пошла. Здравствуйте, дорогие подписчики! Я рад вас приветствовать в моём уютном логове видеоблогера. Собственно, сегодня мы отправляемся на заброшку. Будем снимать жёсткий трэш-контент. Ля, как у этой мразоты забрать барана, я не понимаю. Ты обернёшься, там ничего не будет, а потом ты снова повернёшься и будь скример. Это уже база. Спасибо, конечно, за ключ, но я обосрался. Нифига ты, дурачок. И чё, мне к тебе? Как резко закончилась музяка. Чпоньк. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и добро пожаловать в новенький инди-хор, который называется Dreamless. Игрушка страшная, интересная, по скринам вообще супер-пупер замечательная, в которой мы с тобой сегодня начнём играть, и скорее всего в следующем видосике и закончу, потому что плюс-минус по хронометражу она на полтора часа. Разработчик прислал на почту ключик, написал Дакстер, как бы зацени, посмотри. А что самое интересное, данную игру я и до этого видел в Steam. Она, кстати, стоит 160 рублей, и по скринам она реально меня заинтересовала. Очень круто, когда разработчики реально присылают на почту что-то действительно годное. Так мне несколько раз на неделе присылают, в принципе, игрушки, но большинство из них, к сожалению, сделаны на коленке. Очень надеюсь, что эта игрушка будет исключением, поэтому нажимаем кнопочку «Играть» и поехали. Ух, ни хрена себе, акт 1. Тут всё по... Что? Нифига себе подход. Тут прям разделение по актам, очень классно. Так, в таком случае начинаем проходить. Акт 1. Мечта. Знак вопроса. И пока что идёт загружка... Загружка. Загрузка, я тебе прочитаю описание игры. В глухом провинциальном городке подростки таинственным образом исчезают каждые 25 лет. Вы, ученик-старшебный, школы, которому скоро исполнится 18. Но что, если следующей жертвой окажетесь именно вы? Собственно, да. Вопросик такой риторический. Так, окей. Ля, мне уже нравится. Уже прикольно. Опять же, ты не подумай. Мне разработчик ничего не платил. Никакие там супер-пупер плюшки, ну, помимо, естественно, ключа, он тоже не скидывал. Я буду максимально честным в этом обзоре, в первом взгляде. Но, мне кажется, ты уже сам видишь, что это как будто что-то далеко, сделанное не на коленке. И это, естественно, не может не радовать. Хорошо. Так, очень белый свет. Ага. Игра у нас с тобой началась с того, что мы идем по коридору, в конце которого есть белый свет, и два каких-то непонятных чудика зависли здесь. Утро. Еще одно тяжелое утро. Угу. Ну, это, наверное, утро понедельника, раз оно тяжелое. Слушай, вот такая вот замечательная комната. Ни хрена себе, RGB-подсветчик, тут все как надо. Тут звонит. Алла, телефон, здравствуйте. Да. А, привет, Сон, как дела? Все хорошо, сегодня собираемся в поход всей компании. Тут такое дело, я неожиданно приболел, а Джен и Сэм и уехали за город. Планы сорвались, к сожалению. Думаю, на днях можем сходить. Знаешь, что странно? В настройках аудио, графика управления. В самой игре вот здесь. Я отсюда сейчас выйду, быстренько перепройдем. Смотри, настройки. Язык, язык аудио. Вот я выбрал русский. Аудио у меня, собственно, да, громкость голосов выставлена. Язык у меня стоит на русском, по умолчанию. И по настройкам вроде как тоже я все отрегулировал. Не знаю, почему разрешение экрана выдает 50 здесь кадров. На самом деле будет 60, и по картинке видно, что все плавно и классно. Ну и давай попробуем еще раз запуститься, потому что просто странно, что нет как бы озвучки. Быстренько сейчас с тобой за спидранем. Благо, недалеко ушли. Возможно, озвучка появится потом. Это именно с точки зрения телефонного разговора она отсутствует, а потом бац, и какой-нибудь монстр, чудик непонятный с нами заговорит, и все будет очень даже жутко. Блин, пока что реально очень приятное впечатление, потому что меня прежде всего в инди-хоррорах также цепляет визуал. Есть, конечно, исключение, когда пиксельный хоррор пугает до усрачки, но если игрушка графонистая, это уже, что называется, плюс вайп. Окей, попытка не пытка, еще разочек пробуем. Если и сейчас это не сработает, то, скорее всего, действительно, озвучка здесь утро. Еще одно тяжелое утро. Ну да. Озвучка, значит, здесь в каком-то другом, наверное, моменте есть, либо же она, возможно, в будущем появится. Кто знает. Хорошо, так, звоните нам телефончик, еще раз берем трубочку. Да. А, привет, Джон, как дела? Давно не виделись, давно не слышались. Все хорошо, сегодня собираемся в поход всей компании. Тут такое дело, я неожиданно приболел. От Джона Сэма уехали за город, планы сорвались, к сожалению. Думаю, на днях можем сходить. Угу. Эх, жаль. Очень жаль. Еще не ошибаюсь, ты же снимаешь что-то там. Видочки какие-то для блога. Ой, это получается, да, про меня. очень редко, но да. Слышал о международном хоррор-фестивале блогеров, кто снимет самый страшный блог с заброшками, получит миллион. А миллион чего? Рублей, тенге, долларов? Мм, интересно, ты мне предлагаешь одному пожараемцу в неизвестном месте с камерой, и где я тебе найду заброшенное место? Да не переживай, я на дня ходил рядом с домом миссис Марты, пустое местечко, никого. Можешь сходить туда, побежать как девочки и уйти домой, а завтра мы вместе пойдем в поход. Ой, класс ты придумал, конечно. Один говорит, вали, снимай там тебе контент. А может ты с нами, как бы? Миссис Марта? Она же умерла давно. Не знаю, не знаю, звучит привлекательно, но все же опасно, думаю. Еще же сейчас это чертова неделя смерти, одному ходить строго запрещено. Что за неделя смерти? Да ты че, совсем пизданулся? Всем известно, что это прикрытие, чтобы убирать людей, которые насолили мэру города. Бред все это. Помнишь ту идиотку, которая 25 лет назад пропала? Думаешь, ее забрало проклятие? Да хрен с ним, она поцарапала новенький джип мэра и через неделю пропала. Совпадение, однако. Совпадение? Нет, конечно. Так что давай отправляйся, а завтра покажешь нам, как визжал по-девчачьи. Ох, ни хрена, там машина классно ездит. Так, ой, да иди ты, да связи? Окей. Надо собрать вещи, осталось пару часов до заката. Все же снимают страшные блоги ночью, а как иначе? Так, тут у нас что-то есть. Так, камера, рюкзак, вроде ничего больше и не надо. Так, мы можем осматривать предметы, сигарета, это мы все естественно осуждаем, мы с тобой за ЗОЖ, как обычно. Так, берем камеру. Взятая видеокамера, тап, открыть инвентарь, хорошо. Ой, кстати, хочешь верь, хочешь нет, у меня один в один такая камера. Нет, не прям один в один, ладно, немножко на звездел. Ой, уже запись пошла. Здравствуйте, дорогие подписчики, я рад вас приветствовать в моем уютном логове видеоблогера. Собственно, сегодня мы отправляемся на заброшку, будем снимать жесткий трэш-контент с призраками, со всякими непонятными, паранормальщинами. Увидимся в следующем кусочке. Можно выключить. Запись идет. Быстро, что? Ух, нихрена себе, Дима Масленьков, симулятор, можно включать ночное видение. Так, прикольно. Я не хочу батарейку сажать. Алло, как паузу поставить? Сынок, я ушла работать, ночную смену. Ужин в холодильнике. Ага, спасибо. Разработчик, естественно, русский чувачок, судя и по вот этим запискам, и по некоторым репликам, ты, наверное, это уже понял. Листовка с пропавшей девушкой. Ля, мы реально играем в симулятор Дима Масленького. Ну, собственно, да, вот какая-то такая паранормальщина тут обитает. А реально, можно камеру выключить? Просто она сейчас разрядится, и звездец. Запись-то пошла вон слева наверху. Ладно, окей, что, выходим? А мы пока не выходим. А, потому что нужен рюкзак, логично, нам же сказали, рюкзак. Что? Стена... Стена с оком? Чего? Какие-то локалки. Так, где мой рюкзак? Фотографии друзей. Неплохо. А вот что друзья от Сыно не отправляются никуда? Так странно тоже. Ля, я, мне кажется, реально раньше времени камеру взял. Ну, ничего. А вот рюкзак, кстати. Нужно уже выходить. Пока я доберусь, наступит ночь. Новое задание покинуть дом. Я с камерой не могу открывать... А, могу. Удерживайте. Хорошо. Мечта завершить первый акт. А, то есть, видишь, они не особо длинные, но так или иначе нас телепортируют в пространстве. Нужно взять рюкзак с камерой и записать небольшое уступление. Так я уже... Ну ладно, давай еще разочек. Тут согласен, будет покруче. Эчпоинг, здравствуйте. Так, приветствую, дорогие подписчики. Сегодня мы посетим это чудесное место, некогда принадлежавшее злой старушке. Хе-хе-хе. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до встречи в следующих сериях, как бы. А, можно, кстати, да, ночное видение, мы с тобой уже знаем, как включать. Зашибись. И, собственно, мы с вами заходим в тот самый прокатый дом. Надо положить рюкзак и осмотреться. Может, найду что-нибудь интересное. А рюкзак положить куда? Новое задание. Осмотреться. Хорошо. А ничего, что как бы дом старушки должен быть заперт, скорее всего, потому что у нее есть какие-то родственники, которые вряд ли просто так стали бы из дома устраивать бомжатник. Кстати, и здесь пропавшая девушка. Слушай, а может быть, эта девушка сейчас тут как выпрыгнет? И все. Она теперь решила от родителей сбежать, что мы, естественно, осуждаем. И живет теперь здесь. Ля, я даже не знаю, дверь закрыть, не закрыть. А вдруг нам придется валить очень резко и быстро. Опа. Так. Звезде сквозняки гуляют, ты слышишь? Какой странный шум. Так, собственно, мы зашли в ванную комнату. У нас здесь туалет, рукомойник, зубная щетка, зубная паста даже. Лучшее средство для поддержания чистоты ротовой полости. Правда, за тот срок, который она лежит здесь, скорее всего, ее использование нанесет фатальный урон. Прежде всего, для задней точки. А, это типа комментарии нашего чувака. Просто такое начало было рекламное, и я решил свой дикторский голос продемонстрировать. Но нет, окей. Так, рюкзачок мы с тобой положили. И теперь что делать? А, ибо нефиг. Призрак бабули решил тоже сходить в туалет. А, не, нормально. Это просто автоматические датчики, походу. Дом-то развалюха, а не хрена с технологией присутствует. Так, пойдем наверх. Ля, ну скрины меня прям очень сильно удивили. Удивили. Реально вот очень сильно вайбит хоррорами от Эмико Геймс, которые вот своей атмосферой, своей графикой очень напоминают эту игрушку. Но, насколько я знаю, это точно разные разработчики. И эту игрушку вроде как тоже сделал один человек. Вы в самом конце... Здрасте. Кто-то там стучится? В самом конце либо будут титры, либо мы с тобой сами зайдем, там есть отдельный раздел разработчик, я смотрел. У бабки была приставка? Че за звездеша нахрена она ей? Так, кстати, радио. Не работает. Наверное, миссис Марта проводила много времени за прослушиванием новостей и разных юмористических подкастов. А внуки играли в приставку. Странно, почему еще никто не тронул эти все вещи? Потому что они проклятые, дружище. Вали отсюда поскорее. Так, ну у нас здесь наверху шкаф, который мешает нам попасть на второй этаж. Это проблема. Это как бы проблема чья? шкафа или наша? Мне кажется, что шкафа. Но нам и здесь в принципе неплохо. Слушай, домик вполне такой, знаешь, этот, ну, житейный. То есть, здесь сделать небольшой ремонтик, убраться, всяких этих тараканов убрать. И вообще зашибись можно жить. Давай холодильник откроем, можно? Так, снова смотрим на портрет с девушкой, разыскивается. А какая задача вообще осмотреться? А, ну окей. Опа. Записка. Чёртовы дети! Каждый день достают меня и моих внуков. Приходят толпой, кидают палки, камни и прочий мусор. В управлении города меня культурно послали, замяв дело. Но кто будет возмещать убытки за разбитые окна и убирать раскиданный мусор возле дома? Всё, как же всё надоело! Ой, бабуль, как я тебя понимаю. На самом деле, это придурочные дети, которые так делают, нахрена? Во-первых, портить чужое имущество. За такое просто в полицию обращаешься, и всё, и как бы их ловят в обезьянчик, там родители вызывают на допрос, и всё, и гг. Во-вторых, ну блин, одно дело какому-нибудь, я не знаю, там мерзкому, мразотному соседу сорокалетнему, а другое дело старой бабулечке что-то портить и так вот её бесить. Так, кстати, хлопья. Фу, от них несёт чем-то умершим. Ля, тут в какие-то моменты звук очень резко вырастает, и вот часто это слышал на примере ветра. Ну, типа, может снаружи что-то посмотреть и снять, хотя вряд ли. Нам же сказали осмотреться скорее всего здесь, в поисках хайпа, я только сейчас заметил, цель, ля, это звездец. В поисках хайпа, ну как бы да. Так, в приставку играть мы не можем, к сожалению, это у нас ничего не работает, не взаимодействует, овечка стрёмная. Кстати, сейчас же вышла ещё вторая Аманда, всё, никак руки не дойдут. Мы с тобой играли в демку, тогда она очень даже неплохо просмотров набрала. Вот, соответственно, возможно, мы с тобой в полный релиз и вернёмся. Ну, здесь, чё хорошо? Опа. Вот эта свеча, кстати, я первый раз её не заметил, выглядит как-то выделяюще, согласен. Короче, мы с тобой, когда играли в Аманду, или о чём я говорю? Уже всё, я мысль, короче, сбил. Я не понимаю, что это мне хотят. Мы с тобой уже 5 минут записываем наш супер-пупер-видос. Это заперто, чайник, тостер, специальные весы для того, чтобы рецептуру... Опа, мука. Невскрытый пакет с мукой, скорее всего, просроченный. Наверное, ей следовало бы пойти в хлеб или какие-нибудь оладьи, но, видимо, не судьба. Так, что самое интересное, пока что мы предметы не берём, мы их просто изучаем. Может, нам найти ключ от какой-то двери? Опа. Серьёзно? Обряд номер 681. Призыв демонической сущности осуществляется в местности с максимальной паранормальной активностью вместо умерших людей и животных. Ни в коем случае не рекомендуется вызывать особо опасных призраков, которые могут нанести непоправимый ущерб. Сама процедура. Начертить пентаграмму кровью для лучшего эффекта использовать кровь невинной жертвы. Расставить 5 свечей по краям пентаграммы, зажечь свечи, положить личную вещь умершего. Если не знаете, какая именно была вещь, используйте мягкие игрушки, они всегда привязаны к душам умерших детей. Так у нас же бабуля умерла, причём сидеть. Прочитать вслух следующее. Мёртвая душа явить к нам вновь сквозь преграду жизни и смерти. Три раза. Так получается, бабка увлекалась оккультизмом? Интересненько. Думаю, если я поиграюсь на камеру с данным обрядом, то точно выиграю конкурс. Действительно. Так, ещё раз смотрим в таком случае рецепт. Хорошо. Записываем. Значит, что нам для этого нужно? Кровь. Хрен знает, где возьмём. Пять свечей по дому разбросаны возьмём. Нужно их зажечь, то есть нам нужна зажигалка. Личная вещь. Свечки я видел в доме, зажигалки в рюкзаке, иначе как я буду курить? Тяга курения у меня спасла. Игрушка должна быть в игровой комнате? Наверное. Так, а может нам сейчас это просто найти пентаграмму? Если найти. Забавно, что это видеокамера, а внизу написано фотоаппарат, который отец подарил мне три года назад. Нет, это не фотоаппарат, ни в коем случае. Я как бы немножечко тоже осведомлён в этом всём деле. Оператор, видеограф, надо снимаю. Поэтому можно было зеркалку бы назвать фотоаппаратом, но это явно не она. И всё, нас заперли, зашибись. Так, я беру сразу игрушку. Нет? Походу нет. Ну окей. В таком случае давай, может быть, начнём с рюкзака? Или со свечей? Наверное, со свечей всё-таки. Бля, а что они не собираются-то? Найти пентаграмму. А может она где-то в подвале? Прикол-то в чём? Мы с тобой здесь ходили и не раз и никакой пентаграммы мы не видели. Может, она за ков... Гениально! Она за ковром. Собственно, убираем коврик и обнаруживаем там такое. Окей. Ну, вот честно, графончик реально классный. Очень атмосферный. Чем-то даже вот сейчас стал напоминать графончик в эсмофобии. Прямо как будто мы с тобой зашли в какую-то новую локацию. Найти пять свечей? Хорошо, без проблем. Так, первую вижу. Ой, всё, бабка зашептала. Она нам подсказывает, типа, ой, внучок, возьми там свечки, поставь, все дела. Бабуль, да я как бы уже и так осведомлен в этом всём деле. Раз, два, третья свеча у нас... Чё за звуки? Третья свеча у нас вот здесь. Футбольчик. Мальчики походят на качков. Классическая музыка замечательная, мне нравится. аккомпанемент, под него явно будет веселее. Откуда она играет радио-то здесь? Там ещё какое-то радио? Ля, мне авторская правда не прилетит за такие шедевры музыкальные. Так, у нас уже четвёртая свеча имеется, а вот пятую мы с тобой возьмём где? А, это у нас заиграл вот этот проигрыватель граммофон с пластинкой, я понял. Гляжу в книгу, вижу фигу, это из этого разряда? Может мы уже пятьсот раз мимо звездец? Так, ну хорошо, новое задание, нужно их теперь разместить аккуратненько. О, пачки, пойдёт. и теперь мы с тобой берём зажигалку использовать удерживать выйти, а она у нас лежит в рюкзаке. Забираем. Зажигалочка, отлично, отлично. И, соответственно, зажигаем свечи. Раз. А иметь значение как? Типа, по, часовой, против? Да, будем против часовой фигачить. Типа, необычно. Ага. И даже вот так вот, не по порядку, прикинь, какие мы. Слушай, а может из самого круга-то лучше выйти? Ну и, собственно, последняя свеча. Ля, я сейчас чувствую такого контента отснимем, просто обосраться. Ну, конечно, соседи пришли. Скажут так, типа, у вас тут бабуля умерла, сфига ли у вас свет горит? Не смотри вверх, пожалуйста. Хорошо. И чё? И лампочка сломалась. Ля, бабуля, реально угомонись уже, этот скрип немножко раздражает. Короче, самый страшный скример в моей жизни, который вот работал по такой же логике, был в игрушке Summer of 58, лета 58-го, как раз-таки от, по-моему, Emica Games, где просто ты заходишь в Толкан, подымаешь голову наверх, а там сидит такая просто мразота. И я тогда, помню, заорал просто нереально. Если интересно, и ещё не видел этого летсплея, можешь глянуть. Можешь загуглить, типа, лето 58-го, дак, строчпонь, прохождение, вот это всё. Ключевые слова, чтобы YouTube помог тебе найти, чтобы чисто по каналу не лазить. Хотя, вроде даже плейлист есть с прохождением. А, мягкая игрушка, окей. Вот, и, короче, глянуть, это был очень страшный скример. Вот сейчас, зная свой предыдущий, так скажем, бэкграунд и опыт, я на что-то подобное рассчитывал, но, к счастью, этого не произошло. Снова музяк, хорошо, нормально. Приносим в жертву овцу. Прочтите заклинание, так хорошо, допустим. Мёртвая душа явись к нам вновь сквозь преграду жизни и смерти. Мёртвая душа явилась, походу. Мёртвая душа явись к нам вновь сквозь преграду жизни и смерти. Бабуля прям вообще ломится нормально. С музякой. Так. Ну и третий раз. Мёртвая душа явись к нам вновь сквозь преграду жизни и смерти. А я снимаю все. Я все это снимаю, да. Подписчики, ставьте лайки. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Обосраться. Это что за балерина? Что это было? Возможно, Уилл так решил прикольнуться надо мной, чтобы я точно испугался и победил в конкурсе. Недаром он говорил, что уже был тут. Мне нравится, как начался дождь. Если я сейчас пойду домой, то насквозь промочу все оборудование. К счастью, в рюкзаке должен быть спальный мешок. Это всяко лучше, чем спать на полусгнивших матрасах. Да на кресло-качалку садишься с кайфом и погнал. Я вот тебе честно скажу, будет мне лет 60, я куплю себе кресло-качалку. Вот мне нравится, я хочу. Я хочу кресло-качалку, даже что 60 лет-то ждать? Просто вот идеальная семейная жизнь. Там, знаешь, жена, двое детей, какая-нибудь кошечка, и ты такой на кресле-качалке фигач. Вообще с кайфом. Короче, что-то я отвлекусь немножко. Поспать. Мешок у нас в рюкзаке. Берем. Мне нравится, как в подобных играх, когда происходит полная, лютая, нереальная просто дичь, главный, соответственно, герой пытается это как-то рационально объяснить. Типа появилась вот эта вот маразота с двумя куклами. Ошибка? Завершить второй акт. Хорошо. И он такой, наверное, это наш другом прикалывается. Опа. А это что-то какое-то такое метафоричное, мне кажется, да? Это сон. Слушай, мы с тобой уже прошли два акта, получается? Блюс-минус серединка. Может, мы с тобой за один видос сможем это пройти? Как будто реально игрушка должна на Дом Дыхании так, хоп, и проходиться. Слышишь меня? Эм, да, как я тебя понимаю? Ведь ты даже не шевелишь ртом. А ты уверен, что я не являюсь галлюцинацией в твоем мозгу? Тебе не стоило сюда приходить? Что? Куда? Тебе не стоило сюда приходить. Угу. Ну, не стоило так, не стоило. Все, я погнал дальше. Погнал обратно. Опа. А это, походу, какая-то спальня, которая до этого у нас была закрыта. Новое задание. Посреди ночи решили проснуться. Черт, где я? Где моя камера? Черт, черт, черт. Кстати, если я не найду камеру, меня дома убьют точно. Нужно поискать ее. Что самое интересное, в хорроре лета 58-го, по-моему, что-то такое же в плане сюжета было. То есть, у нас чувак тоже в мешке спальным лег спать. До этого приехал вот в этот лагерь стрёмный. просыпается, а камеры нет. Возможно, разработчик вдохновлялся. Ага, я понял. Кстати, я вообще в другом месте как будто оказался действительно, потому что и туалет по-другому выглядит, и как раз какая-то спаленка. А вот сейчас графон напоминает один из ФНАФов, который неофициальный, а который... Блин, я забыл, как часть называется. Возможно, напиши мне в комментариях. Но там тоже, типа, можно вот в окно заглянуть. Что-то такое. Так, записка. Сегодня моя внучка Элизабет и внук Аллан вернулись полностью погашем настроении. В целом, всё как всегда. После переезда из большого города и за смерть их родителей в эту дыру все мы чувствуем себя не так, как хотелось бы. Их преследует травля в школе. Меня неадекватные соседи, которые решили, что я ведьма, проклинающая их неугомонных детишек. Эх, всё очень и очень печально. Моя профессия гадалки не помогла мне в жизни, к сожалению. Да, к сожалению. Так, чё, идём сюда? Не поддаётся. Так, с ноги, с амбани. Нет? Может, в окошко посмотреть? Бля, пока что мне очень нравится. И реально необычно, что есть прям акты. Шкатулочка. Ага, ключик. Ни хрена себе. Так, в таком случае открываем ключом дверь. Мгм. А, мы с тобой оказались на втором этаже. Да-да. Кто там ходит? Не поддаётся. То есть, мы сейчас типа играем как будто за бабку. Или нет? Нет, мы играем всё-таки за нашего чувака, просто ищем камеру. Ха-ха-ха. Чё-то как-то побольше игрушек стало, да? Медведь появился. Я говорю, это какие-то отсылки к ФНАФу. К... Ага, пентаграмма оказалась на потолке. К фосмофобии. Пингвин. Найти камеру. Так, а может быть нам спуститься, проверить какие-то двери, которые до этого были заперты? У нас есть вариант выйти на улицу? Нет, варианта нет. Опа. А это сейф. Лягой атмосферный сейф, охренеть. Нам нужен код. А код, кстати, возможно, на зверях. Здесь у нас никакой подсказки нет. Давай внимательно изучим зверюшек. Хотя, что-то мне подсказывает, что цифр на них нет. Ну да, как-то крутить, вертеть мы их с тобой, к сожалению, тоже не можем. Слушай, ну в таком случае, опа, кстати, тоже может быть от к решению головоломки. Записка. Она в подвале. Ждет тебя. Так, ну для подвала нам нужно этот гвоздодер, чтобы выломать все эти доски. Ля, ну конечно, фонарик слабоват. Можно было что-нибудь такое, знаешь, прожектор какой-нибудь бахнуть жесткий. Опа. А ты кто такой? Какая жуткая кукла. Ёп! Нихрена себе. Вот это очень неожиданно было. Спасибо, конечно, за ключ, но я обосрался. Блин, это очень странный скринер, потому что у меня, короче, ну я типа резко испугался, и у меня как-то, знаешь, так мурашки по всему телу прошлись, типа начиная от рук и вот как-то так до шеи. Необычно. Так, Элизабет Фейн. Хасмучка! Каждый из нас хоть раз ощущал перемены в своей жизни. Верно? Может, это просто новая юбка с распродажей? А может, и новая жизнь? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Удивительно, как внезапно жизнь может перевернуться, изменившись навсегда. Очень крутая озвучка, мне понравилось. Прям такой максимально детский, в самом лучшем проявлении этого слова наивный голос. Это классно. Блин, ну эта кукла, конечно, жесть. Так, записка. Сегодня Элизабет специально сломали руку старшеклассники. Аллен пытался дать отпор, но случайно вырубил бутылку от... Что? Вырубил бутылку одного из сынков мэра. Бутылкой, наверное. Возможно, нас ждут большие проблемы, так как он очень влиятельный человек, держащий весь город в своих жирных, мерзких руках. Вот примерно так он выглядит, да? Я понял. Найти лом и проникнуть в подвал. Вот реально, разработчику гигантский просто респект. Как же в подобных инди-хоррорах не хватает порой вот обычной вот этой вот вкладочки. У меня на канале есть куча прохождений, в которых я туплю, потому что вот типа послушал и чё? И как? То есть из головы уже вылетает то, что тебе нужно открыть с помощью лома вот эту вот дверь. Но ты нажимаешь на тап и всё, и сразу всё вспоминаешь. То есть это такая мелочь, но настолько она упрощает геймплей. А я считаю, что в подобных играх здесь прежде всего это атмосфера, сюжет, но никак не решение каких-то супер непонятных головоломок. Головоломки могут быть по типу сейфа, но никак не типа что мне сделать, куда мне сходить. Иначе это бред. Такс, надо найти лом. Ну, кстати, с помощью лома можно и сейф взломать. Почему бы и нет? Вот, возможно, сейчас стоит снова ящики изучить. А может лом в раковине быть? Ну, чисто в теории да, но не в этом случае. Холодильник мы не открываем. Слушай, и кукла прям очень хорошо была. Ну, типа я не ожидал. То есть, когда появилась пентаграмма, я думал, что что-то такое может выпрыгнуть внезапно. Но кукла это звездец. Так, ящик. Ага. Слушай, так много ящиков мы можем открыть, в итоге все они какие-то бесполезные. Неужели здесь все-таки есть что-то такое, где мы по итогу сможем найти лом? Блин, я, кстати, хз. Что у нас по актам? То есть, по факту мы сейчас с тобой проходим... Я думал, это лом лежит под ковром. По факту мы с тобой сейчас проходим какой? Третий акт, да? И, соответственно... Возможно, мы все-таки разделим напополам это все дело. Ну, все-таки полуторачасовой видос это долговато. Опа. 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 Здравствуйте. На всякий пожарный закроюсь. Так, ну это, получается, дет... Куда он входит? Это детская комната, в которой... Школа. Забавное место, правда? Бля, прикольно. Здесь можно развивать свои знания. Или же утверждаться за счет ровесников, которые, будучи еще незрелыми, воспринимают мир иначе. Но разве я не такая же? К счастью, мой ум давно оставил их позади, давая мне явное преимущество. Так было в моем родном городе. Но, оказавшись в ады адской дыре, мы с братом стали изгоями. Нас буквально ненавидят все. От дома до школы – травля. От школы до дома – травля. Но, 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 что? Школа. Забавное место, правда. Это я вышел у теплой зоны, и она закончила говорить и закончила запись. Или же утверждаться за счет ровесников, которые, будучи еще незрелыми, воспринимают мир иначе. Что да, их как бы очень сильно обижали, булили. Но разве я не такая же? Такое мы, естественно, осуждаем. К счастью, мой ум давно оставил их позади, давая мне явное преимущество. Так было в моем родном городе. Я уже вижу какой-то листок с... Ну, оказавшись в АТА-делье, мы с братом стали изгоями. 92 чуткие цифры. Нас буквально ненавидят все. От дома до школы – травля. От школы до дома – травля. Но я попыталась все изменить. Дала отпор одному из сатир в школе. К сожалению, безуспешно. Ну ты же девочка, а сатир это небось хоть бугай. И на этом запись прерывается. Короче, мне очень нравятся вот эти вот вставки с радио, потому что... Мы с тобой изначально заходим в дом, в котором раньше кто-то жил, и ты потихонечку, по мере прохождения сюжета, встречаешься вот как бы с их голосами, с их мыслями, что у них происходило, это что-то объясняет. Это классно. Такс. Медведь 250, обезьяна, пингвин, свинья, кролик, баран. Это все в килограммах. На всякий пожарный сфоткаем. Возможно, это понадобится нам с тобой для сейфа. Я здесь, получается, видел медведя, пингвина и барана. Барана мы с тобой вообще в жертву принесли? Ну, допустим. Что это? А-а-а! Нужно найти шесть мягких игрушек и сюда положить. Теперь понятно. Так, а это что? А это, может, лом? Набор для рисования. В детстве я хотел стать художником, но никто не верил в меня, и я быстро забросил это занятие. Угу. Так, окей. В таком случае мы с тобой выходим. Вазочка какая-то. Красивая ваза. Помню, как в детстве моя мама любила их собирать. Ну, слушай, ваза это реально что-то такое классное. Вазу можно цветы поставить, вазу можно просто поставить в качестве декорации. Так, обезьяна есть. Обезьяна есть. И, возможно, их нужно рассадить в порядке возрастания. Пока что не знаю, но обезьяны весит семь. А, мы, скорее всего, как-то их автоматически. А может и нет. Короче, пока что мы не можем это сделать. И нам нужно спуститься для того, чтобы собрать других зверей. Блядь, ты там нормальный, чувак? Звездец, а он слетит за мной. Принеси мне игрушку. Ля, а как же жалко, что вот у этих персонажей нет озвучки. Нет озвучки. Быстро! Принести игрушку. Какая жуткая хренатень, боже. Ты сиди здесь, слышь? Подглядывает он. Так, окей, медведь. А чё? А почему медведь сгорает? Я его взял. Чего? Что происходит? Ну, типа, всё стало летать. Слушай, такую креслокачалку я как бы явно не хочу в себе домой. Интограмма. Чё за жесть? Я на неё смотрю и появляется эффект какой-то слендермена. Логично смотреть, значит, не будем. Так, пингвин идёт сюда. Все остальные комнаты закрыты, я правильно понимаю? Ну да. А потом, возможно, в следующем акте мы с тобой выйдем из подвала и такие, типа, здравствуйте. Так, это у нас не поддаётся. Лома, к сожалению, до сих пор нет. Но мы занимаемся с тобой сбором игрушек. Бля, как у этой мразоты забрать барана, я не понимаю. Чел, ну сдрисни. Он должен себе шею, короче, сломать и будет идеально. Ага, 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 ага. Охренеть ты, сова. Ты просто сова. Я понял. Так, и что с этой пентаграммой делать? Свеча. Может, это какая-то подсказка? Типа, она крутится, вращается. Кресло-качалка вдруг внезапно стало летать. Тоже какие-то аномалии определенные наблюдаются, да, паутинка? Ну, если после такого видоса мы не хайпанём, ну уж как бы тут я не знаю, что должно более вирусное оказаться. Так, это у нас до сих пор не поддаётся, так по факту игрушек-то и больше как бы нет. Может, мы должны вот эти три разместить? Одна у этого хрена, те остальные. Ну, смотри, они пока что не кладутся. И это очень печально, потому что, опять же, мы с тобой дома обошли шесть мягких игрушек. У нас есть ровно половина. Найти лом и проникнуть в подвал. Может быть... А, это тоже игрушка? Ой. А-а-а! Это тоже игрушка! Так, а что за бред? Шесть мягких игрушек. Это разве мягкая? Деревянная игрушка. Интересно, могу ли я на ней прокатиться? Да, с лестницы сигануть, вообще зашибись. Что-то какая-то дезинформация произошла, согласись. Слушай, может, этому гному нужно принести вот эту вот катающуюся штуку? И он мне даст барана? Ну да. Точняк. Все, поехал, дурачок. Так, задание выполнено, взята мягкая игрушка. Вооот! И уже по вот этим четырем игрушкам мы можем с тобой как-то подобрать код. С другой стороны, как, если баран Ага. Шо это? А чем играть? Крестики-нолики, погнали. Я не так начал. Так, тихо. Звездец ты, дурачок? Сюда. 3971. Спасибо. Сладкий вкус победы победить в крестики-нолики. Я профессионал. 3971. Я уж думал, нужно как-то животных сопоставлять. 3971. Чупоник. Хорошо. А там чё? А там ключ. А ключ, скорее всего, вот от этой двери. Да? Не поддаётся, нет. А, значит, от ванной комнаты. Которая внезапно почему-то закрылась. Ну, конечно. Свинюшка и записка. Мне запретили посещать любые места, где могут встречаться люди. Личная неприязнь мэра переросла в полный негатив всего города. Продукты мне кидают под дверь, как собаки. Как же я их всех ненавижу. Нужно держаться ради внуков. То есть, видишь, чё произошло-то? Охренеть. Типа, мы перешли дорогу мэру и нас все стали ненавидеть. Офигеть. Ну и история. Ну, а с другой стороны чё у бабки пентаграмм это делает? Раз, два, три, четыре, пять. Пять птичек. Пять игрушек. Ну, тоже какой-то бред. Бред. А ты-то откуда здесь открылась, блин? Ну, конечно. А-а-а. Всё, заподня. Пипец. Пипец, не подаётся. Я понял. Так, посидим в углу. Кто-то хлопает. Мы на каком-то выступлении? Кому аплодируют? А может, это нам аплодируют? Естественно, спасибо, да. Мы с тобой, крутые, нам можно и похлопать. Я должен что-то сделать здесь? Так, окей, начинают хлопать больше. Ой, как аплодируют, нормально. Ага. Как резко закончилось музяка. У меня шкальнуло. Разработчик, ты чё, угораешь? Ай, какой же хороший скример был. Боже. помимо того, что здесь прикольно всё реализовано, идея, задумка, графика, здесь ещё и что самое важное, в хорреле что важно, чтобы мы пугались и обсирались. Так вот, здесь максимально внезапные и неожиданные скримеры. Потому что, вот опять же, там, играя в последние игры, ты прям как будто ждёшь, что если вот ты подходишь куда-то сюда, да, как у нас было, и тебе говорят, посмотри назад, ты обернёшься, там ничего не будет, а потом ты снова повернёшься, и будь скример. Это уже база. База, которая есть везде. А здесь? Ну, было немножко ожидаемо, потому что музыка как бы прекратилась. Ну, что скримеров будет такой внезапный, сверху вот это вот вылезет говно? Это прям шок-контент. Так, отлично, у нас все игрушки стали медведями. А, ну, собственно, да. Та самая, получается, подсказка. Ну, скорее всего, в порядке возрастания, то есть, это заяц, обезьяна, пингвин. Давай, заяц, обезьяна, пингвин. Заяц, обезьяна, пингвин. Потом овечка, свинья и медведь. Овечка, свинья и медведь. Окей. И мы с тобой получаем лом. Ну, наконец-то. Записка. Вечер. Холодный осенний вечер. Я абсолютно спокойно сижу возле камина, который последний раз использовался, наверное, несколько десятков лет назад. Уже месяц прошел с того ужасного дня. Дня, о котором весь город будет жалеть гребаные сотни лет. Они избавились от Элизабет и Алана. Схватили после уроков и жестоко расправились в лесу. Мэр быстро замял дело. Да, конечно, от него другого нельзя было ожидать. Вы все будете жалеть. Пора вспоминать мое давнее хобби. Оккультизм. Охренеть. То есть, какие-то мрази завалили внуков этой бабули и она решила мстить. Какая жесть. Так, ладно. Спускаемся. Нам даже дорожку сделали из свечей. И идем с тобой вниз. А что не так-то? А, нужно удерживать. Раз. Два. Трис. И четырис. Замечательно. Спускаемся. Охренеть у бабули подвал. А, тут даже с гаражом или что это? Слушай, ну да, это типа... Нет. Это еще одна часть подвала. Офигеть. Ведьма, внучка сатаны. Тихо, тихо, тихо. Ведьма, внучка сатаны. Да. Ведьма, внучка сатаны. Долбанутая. Такие слова я каждый день слышу от этих тупых жителей. А игрушка крашнулась. Собственно, я перепрошел все это дело и уже готов взламывать данные дощечки для того, чтобы мы с тобой вновь попали в тот самый злополучный подвал. очень надеюсь то, что сейчас меня никуда не выкинет и мы с тобой все-таки допройдем данный акт. Потому что если выкинет, то будет, конечно, обидно. Хорошо. Мы с тобой пришли сюда и вновь включаем... А мы можем не включать радио? У нас есть камера. Давай вначале ее возьмем. Изучим, что здесь вообще такое есть. Фонарик. Мы можем эту кассету не включать, потому что в прошлый раз багнулась именно на этом месте. Давай не будем рисковать. Так. Может, там какой-нибудь аудиофайл, я не знаю. В этом прикол. Так, что тут какой-то жесткий-жесткий эффект, который все сделал у нас внезапно пиксельным. А что, это Майнкрафт? А это, кстати, безысходность завершить третий акт. Офигеть. То есть, там с тобой буквально несколько секунд не хватило геймплея для того, чтобы все это засейвить. Ну, допустим. Так, и здесь у нас уже гигантский летающий фиолетовый заяц. И девочка, я так понимаю. Так это, скорее всего, и есть те самые дети, которые очень трагично погибли от рук вот этих вот непонятных сверстников. Тебе, мой брат, не говорил, что мы не любим чужаков. Хе-хе-хе-хе. Да он вообще, что только не говорил. Я, я не знаю. Я не хотел. Пожалуйста, отпустите меня. Я обычный подросток, всего лишь хотел походить с камерой. Пожалуйста. Боюсь, обратной дороги нет. Или есть. Не знаю. В любом случае, еще увидимся. Ну, давай. Ты погнала, собственно, я тоже погнал. Угу. Судя по локации, мы с тобой сейчас окажемся в школе. В актовом зале. Черт, опять. Не опять, а снова. Хе-хе. Так, в пустоте блестят глаза, словно свет во тьме. Мозг пульсирует в руках, шепчет о судьбе. Печень тлеет, как свеча, в ночь уходит жар. Все, что было человеком, превратилось в дар. Ух ты. Слушай, красивые стихи. Что это за фигня? Какая-то головоломка? Кажется, мне сюда нужно... Чего нужно? Новое задание. Найти три кусочка головоломки. А, ну, типа, вот эти как раз-таки глаза, которые блестят в темноте. Мозг пульсирует в руках, шепчет о судьбе. Печень тлеет, как свеча, в ночь уходит жар. Все, что было человеком, превратилось в дар. Это мы должны... Кто-то шепчет. Это мы должны искать в рамках данного актового зала или в рамках гигантской просто школы? Надеюсь, что все-таки правильный ответ первый. Но нет. Мы с тобой, черт возьми, реально пойдем бродить по школе. Да. Ну, окей. А есть какая-то карта с схемой? Я же могу заблудиться просто в секунду. Так, здесь заперто. Это мы что, каждый шкафчик должны проверять? Ля, на самом деле реально прикольно. То есть, опять же, эта игрушка отличается от других похожих инди-хоров, где мы тоже с тобой играли за героя, там, персонажа, который приходит в какой-то непонятный дом, начинает происходить паранормальщина и так далее. Вот он отличается тем, что здесь сюжет намного, ну, как бы, более глубинный, что ли. То есть, здесь, видишь, эти акты нам показывают разные локации. Мы, получается, так или иначе проживаем судьбу героев, потому что вот они как бы ходили по этим коридорам, а теперь мы. Сейчас, возможно, нас с тобой жестко начнут булить. Так, что это такое? Народ, хорош шептать. Напрягает. Ключи. Взято ключи. От чего? Различные металлические ключи на кольце открывают различные замки. А-а-а. Это типа универсальные ключи от всего в этой школе? Если так, то зашибись. Но нет, к сожалению, не поддается. Так, а это? И это не поддается. А чё ж поддается? Нет, на самом деле поддаваться такое себе, я согласен. Но в этом случае как будто можно. Так, это у нас с тобой раздевалка. Чё это? Ой, здорово. Сидит, отдыхает. Уилл, 20 лет. Шёл домой поздним осенним вечером. Увидел дорогу к незнакомому мне дому. Оказалось, что это бывшее жилище той самой звезды города Миссис Марте. Был оглушён тяжёлым предметом, больше ничего не понял. Ля, бабка охренеть мозги. Привет. Ну какой же хороший хор без манекенов, действительно. Бабка стала их по очереди истреблять, что ли? Чё за жесть? Так, манекены, вы меня куда-то ведёте или наоборот путаете? Это очень важно. Путаться я не хочу, я хочу вот найти все эти три части, три кусочка головоломки, как тут написано. Хотя по факту это просто органы. У нас печень должна где-то быть. Мы с тобой нашли мозг, должна быть печень. А может сюда? Нет, тут заперто. а здесь есть другой вход. Или мы с тобой... А, ну скорее всего так или иначе мы ходим по кругу и заходим в те локации, которые нам и нужны. Так, там у нас какой-то выход непонятный. Пойдём дальше. Манекены соответственно у нас... нифига ты дурачок. И чё, мне к тебе? Бля, ну звезда. И шо? А я... А я пошёл дальше. Крипота, звездец. Короче. А, нам скорее всего туда. Манекены скорее всего символизируют учеников. О, ещё один сидит дурачок. Беверли, 19 лет. Как всегда возвращалась домой одна со школы. Друзей, у меня никогда не было и наверное уже не будет. Пошёл неожиданный ливень и чтобы окончательно не промокнуть пришлось спрятаться в какой-то заброшенной хижине. Запах сырости вместе с старостью и яркие вспышки света. Последнее, что я помню. Ну да, слушай, бабка начала просто всех абсолютно крушить, ломать. Причём, вот, типа, вот эти вот бедные люди, да, без кожи, это именно те, кто и убили её внуков или нет? Или она всё-таки поехала башкой и стала всех варить? Скорее всего, поехала. Так, головоломки. Ой, я такое обожаю. Я вот в этом профессионал, жёсткий. Смотри, чё мы делаем. А, сюда нужен шарик, наверное, да? Ой, ля. Ну, типа, да. Это, получается, нужно взять шарик и его туда. Это чё? О, мраморный шар. Идеально. А, его нужно было сюда положить, хорошо. Так, аккуратненько всё. Очень и очень аккуратно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошо. Не надо. Спокойно. Теперь сюда. Слушай, это, кстати, сложный лабиринт. Я встречал и попроще. Надо. Вот сейчас очень аккуратненько. Главное, главное последнюю эту дырочку пройти. И вот таким замечательным образом мы с тобой проходим с первого раза, между прочим, данную головоломку. Записка. 21-60-53. Понятно. Это у нас код от сейфа. Где мой грёбаный фонарь? Спасибо. Что там было? 21-65-3? По-моему, нет. 21-60-53. 21-60-53. 21-60-53. 21-60. Так, а можно сразу? Нельзя. 21-60. А это не так работает. Я понял. 21-21-60. 20-60. Ой, это долго крутить-то звездец. 60 сейчас будет. Ага. И 53. 53. Быстрее нельзя. Сразу выстоять цифры не получается. 53-53-53. 53-53. 40-53. 53. Открыть. Хорошо. Это у нас глаза. Чьи-то глаза. И взята красная ключ-карта. Так, получается, её нужно где-то применить. Логично? А я, если честно, двери-то с ключ-картами не видел до этого. Интересно, любопытно. Так, туалет. Нифига у вас тусовка. Тусовка. Пляж, что-то такие развлекаются. А, вот и, кстати, дверь с ключ-картой использовать. Заходим. Так, ну и чисто по логике вот здесь должна быть печень. Чья-то. Зажигалочка. Зажги их всех. А, окей, свечи. Без проблем. Надо удерживать. Раз. Два. Возвращаемся к истокам, к базе. Там мы с тобой сжигали пентаграмму. Здесь зажигаем уже свечи. Жалко, что, конечно, мы это все уже не снимаем. Как бы контент пропадает. Нифига себе. Ага. Так, осталось несколько свечей. На полу, кстати, тоже есть. Нужно не пропускать. Здрасте. Вот внезапно не был я готов к этой манекенше. Так, проходим сюда. И получается еще три, да? Раз. Два. И три. Там еще вроде как записка лежит. А, ну она как раз мы ее прочитали. Зажги их всех. Это об этом. Ну окей. В таком случае все идеально мы с тобой сделали, только... Опа. Здравствуйте. А это печень, да? Ну да. Спасибо. Такие жуткие эти монстры. Прям вообще... Ты что, дурак, что ли, физрук? Совсем охренел? Да, гидаться, конечно, баскетбольными мячами это у тебя мозгов хватило. А знаешь, как больно бонусу получать им. Я один раз немножко засмотрелся, поворачиваюсь, у меня бац, просто в лицо прилетает. Прям очень неприятная история. Ну окей. В таком случае мы возвращаемся в главный актовый зал, собрав все эти органы. Манекены жестко фейспалмят, так скажем. Их немножко потрясывает. Но все в шоке в данной школе. Потому что бабуля-то начала шесть всякую творить. Так, а мы там были? Да, мы, по-моему, оттуда и выходили. Что, я в итоге здесь ритуал-то должен проводить или нет? Задач, кстати, больше нет. Но зато появились вот эти вот парты, на которых, скорее всего, мы с тобой должны класть все органы. Ну да. Голоса, мозг и печень. И мы с тобой открываем шкафчик, внутри которого скримачок, да? О! Мы решили спрятаться в нем. Ну-ка. Что будет происходить? Бля, мы уже реально участвуем в каких-то фантастических, просто, ритуалах. Может, мы сейчас главного монстра из этих частей создадим? По бабкиным стопам, что называется, пойдем. Выход. Завершить четвертый акт. Отлично. И, собственно, теперь у нас с тобой финальный, завершающий пятый акт, в котором мы с тобой увидим финалочку. Ну что ж, дамы и господа, нужно, я думаю, пристегнуться, потому что финал обещает быть интересным. У такой-то игрушки. Да не переживай, я на днях ходил рядом с домом миссис Марты. Пустое местечко, никого. Можешь сходить туда, повежать как девчонка и уйти домой. А завтра мы вместе пойдем в поход. Так это ж Уилл наш друган, что ли? Который звонил? Миссис Марта? Она же умерла давно. Не знаю, не знаю, звучит привлекательно, но все же опасно, думаю. Еще же сейчас это чертова неделя смерти, одному ходить строго запрещено. Где-то мы с тобой тоже видели и слышали, да? Неделя смерти? Да ты че, угораешь, чел. Всем известно, что это прикрытие, чтобы убирать людей, которые насорили мэру городу. Бред все это. А нашего героя никак это не смущает, что... какой-то дежавю лютейшее просто. Так, и че, обратно в шкафчик? Опа. Паркурчик. Полезли. Фига, лестница в небо. А все вот эти вот статуи людей, это типа какая-то метафора? В этом есть смысл же, да? А в чем смысл? Я пока не очень выкупил. Так, ну, мы залезли уже довольно прилично. Что? При... 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 Что? Принять? Принять? Да или нет? Что принять? Да? Нет? Я должен что-то выбрать? Да или нет? Принять? Да или нет? Принять что, обнимашки? Давай, приедем. Это не конец, завершить игру на хорошую концовку. Сюда! Нормально. На тот момент я не знал, поступаю ли правильно. А плохая концовка типа сказать нет? Но знал одно. Я выберусь отсюда. И это хорошая концовка. Девка пожала нам руку и случился полный звездец. Спасибо, что сыграли в Dreamless. Надеемся, игра вам понравилась. Мы ценим ваше мнение и будем рады удивить вас новыми проектами. С уважением, команда Setonet Games. Выход. Выход из чего из игры? Короче, раз уж такая пьянка, я решил еще раз соответственно, залететь в пятый акт и посмотреть, что же будет, если мы выберем с тобой плохую концовку и соответственно откажемся принимать то, что хочет нам вручить данная симпатичная особа. Потому что в принципе, как я понимаю, это как раз и есть плохая концовка. Ну-ка. Так, лезем, 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 лезем. Здравствуйте. И, собственно, принять я говорю нет. Это конец, завершить игру на плохую концовку. Ачивка. А в чем же отличие? Вот такое, колоссальное. Извини, не сегодня, дорогая. А, это наш герой говорит. Все. То есть мы не стали частью вот этого колод непонятного оккультического процесса, а просто решили растворить. Возможно, я уже не вернусь. Я устал. Спасибо, что сыграли в Dreamless. Ну, это мы с тобой уже читали. Короче, вот такая вот плохая концовка. До этого мы с тобой видели хорошую концовку. Странно, конечно, то, что хорошая концовка подразумевает реально то, что мы, типа, вот с этой девчонкой ловим какой-то общий вайп и становимся чуть ли там не демоном. Но окей, так посчитал разработчик. Я лишь хочу сказать, что мне безумно зашла данная игрушка. Огромное спасибо разработчику такого классного проекта, то, что, в принципе, написал мне и скинул ключ. Еще раз скажу, что мне очень сильно приятно, когда разработчики, вкладывая душу, вкладывая время, имея определенные скиллы и делая реально крутые игры, пишут мне на почту и, как бы, лично приглашают сыграть в их творение. Юшка действительно очень классная. Было множество моментов, когда мы с тобой пугались. Было парочку, когда мы немножко что-то не понимали и тупили. Я думаю, что как бы большинство я это все дело вырежу. Но, так или иначе, данный жанр, он подразумевает историю о том, когда ты ходишь, например, по дому, пытаешься вглядываться в темноту и уже там, делая второй или третий круг, ты обнаруживаешь то, что, казалось бы, до этого не лежало, но внезапно здесь, типа, появилось. Ты такой, что? А так было несколько раз с дверьми. То есть мы с тобой ходили-ходили-бродили, потом, бац, оказывается, дверь открылась. Очень понравилась сама идея с актами, потому что очень редко минусом, как мне кажется, я считаю концовочку. Как-то вот слишком она, знаешь, такая... Ну, блин, у такой игрушки, в которую мы играли больше часа, как будто концовочка должна быть, я не знаю, там, более какая-то анимированная, как мы с тобой, например, начинали в эту игру играть, то есть кто-то должен позвонить. По факту же здесь вот то, что мы отправились снимать какой-то контент и потом просто полная жесть, мы с тобой находимся в белой комнате, в пространстве. Да, я понимаю, что это, опять же, определенная задумка но мне как будто хотелось вот каких-то таких, знаешь, последствий, типа там, этого чувака с камеры никто не нашел, а потом там в подвале спустя 20 лет обнаружили его череп. Ну, короче, какое-то такое жестье. А здесь по факту то ли это все приснилось, то ли не приснилось, чувство девчонка, она нас как-то завербовала, стали мы демоном. Короче, не очень я понял. Но в остальном, реально, игрушка просто тотальный классный шедевр. Мне очень понравилось, я спокойно ставлю прям девяточку, очень высокая оценка для данного хоррора. Еще раз большое спасибо разработчику и, конечно же, большое спасибо вам за то, что вы все это дело посмотрели. Ну, а если вам понравилась данная игрушка, понравился летсплей, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать там все уведомления, что вы в курсе, выходы на новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания, в том числе на Instagram-канал, а также на сообщество ВКонтакте. Ну, а с вами был ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok